Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Итак, моя проблема заключается в том, что я уже год ищу работу, о которой мечтала. Каждый раз, заходя до финальных собеседований, я отступаю и будто сдаюсь. У меня степень бакалавра МГУ, а также степень магистра зарубежной бизнес-школы, я учился всегда усердно, участвовала в конференциях, программах обмена в Германии и США со стипендиями, занималась всегда спортом, работала в крупнейшей аудиторской компании в мире, потом в одном из лучших инвестиционных банков России. Но с начала пандемии жизнь как будто бы замедлилась, я пошла работать в более маленькую фирму и меня душило то, что я не развиваюсь и текущая позиция там это потолок. Поэтому я ушла, чтобы найти ту компанию, где смогу реализоваться, учиться новым и создать что-то стоящее и полезное для всех. Но каждый раз, проходя до финальных этапов собеседований, а в крупных компаниях очень длительный отбор, иногда до одного-двух месяцев. Я отступаю, потому что боюсь, что получив должность, я снова буду в офисе по 12-14 часов, без друзей и без партия. У меня никогда не было отношений. Одиночество и то, что я могу упустить социальную жизнь, пугает меня. Я не хочу к 30 годам быть одной, но с крутой работой. Хочется и личной жизни, и работы. Но такое ощущение, что гоняюсь за обоими целями, я так ни не приближаюсь. Я не знаю, что делать, как мне преодолеть внутренний страх того, что получив работу в крупной компании, я не останусь одна. Что делать с этим внутренним блоком? Добавлю, я всегда самостоятельно выбирал, чем мне заниматься, будь то внеурочные занятия, место учебы, направления учебы, никто никогда влияния не оказывал, так что проблема в чем-то другом. Мне нравятся финансы и все, что связано с этой сферой. Можно было бы сказать, что парни мне никогда не было из религии, но это не так. Просто когда раз я кому-то нравлюсь, кто не нравится мне и наоборот. Это еще ни разу не совпало. На прошлой работе меня домогались, поэтому мне пришлось уйти. Ника, именно так зовут автора. Вопросы? Мне кажется, что вообще говоря, вам, ну вот, вы спрашиваете, да, что лучше, как вам работать с этим страхом и так далее, вот, и что вам делать с внутренним блоком. Вот мне кажется, что самым лучшим решением здесь была бы психотерапия. Вот пойти бы вам на психотерапию и вообще в себе разобраться, что вы хотите. Потому что вроде бы хотите создать вы что-то полезное, да, вроде бы хотите создать вы что-то такое вот важное и цельное, в то же время как будто бы и людей к себе близко не пропускаете и по ощущениям держите людей на расстоянии и прочее, прочее, прочее. Вот. При этом себя вы, вероятно, не очень хорошо чувствуете, то есть они очень хорошо ощущаете и замечаете свои чувства, ну вот, это тоже, на мой взгляд, ну, достаточно сильно бросается в глаза, потому что совершенно очевидно, что вы человек интеллектуальный, да, то есть вы интеллектуализированы очень сильно, ну вот, и на чувства, мне как мне кажется, внимание привыкли не обращать. Вот вы говорите, что не было еще такого, чтобы вот совпало, то, что вам нравится молодой человек и чтобы вы ему нравились, ну так и не совпадет, потому что, как бы, если у вас высокие требования, допустим, к себе или к нему, то всегда будут какие-то моменты, которые будут вам говорить, что нет, это не тот человек, он тебе, там, не подходит и так далее. Ну, людей нужно узнавать и, как бы, общаться с ним. Вот. А у меня вопрос к вам, как вы устраиваете отношения с мужчинами, на каких основаниях, вот. Потому что симпатия, это производная от личностных качеств человека, вот. И тут возникает вопрос о том, а как вы с этими личностными качествами людей как раз взаимодействуете, вот. Потому что судя по тому, что вы описываете, как-то не очень, ну вот, как будто бы вы в своей профессиональности, что-нибудь, безусловно, очень хорошо и здорово, в общем-то, отдаляете все от обычного простого человеческого общения, как будто бы всю жизнь вы стремитесь к очень большим высотам, но за этими высотами забываете свою мотивацию. Понимаете, а мотивация у вас такое ощущение, чтобы что-то доказать. То есть вы, в том, что вы делаете, в вашей успешности, в этом, не чувствуется свобода, чувствуется бегство. Я верю, я верю в то, что вам нравится финансы. Я верю вам. Но я не очень верю тому, ради чего вы это делаете. Потому что, как вы это описываете, что вот создать что-то стоящее и полезное для всех, тут вы показываете, что себе, к сожалению, вы как будто бы не принадлежите. То это может и являться этим, может, и являться вашей одной из основных трудностей. Помимо страха близких отношений, помимо травмы, того, что вас домогалось и так далее. Это может быть связано с религией. Но, опять же, мне кажется, что именно в вашем случае религия не оказывает такого влияния на вас. То есть, ну, не очень это влияет. Такой аспект. Следующий аспект. Собственно, противопоставление, успешности, одиночеству. История здесь какая. Если я буду успешным, то буду одинокой. Собственно, вы этого боитесь. Ну да, да, вы правильно этого боитесь. Вот, потому что вы можете заниматься только работой или только отношениями. То есть, дело здесь не в том, что вы будете одна. Дело в том, что, наверное, вы не можете заводить искренне контакты с людьми, потому что никто не откажется от вас только если вы будете работать. Но вы боитесь, как мне кажется, здесь быть брошенным. Почему что? Вот это тоже то, на что вам имело бы смысл обратить внимание. Следующее. Работа мечты. Знаете, что такое мечта? Это в некоторой степени идеализация. В некоторой степени это тот свет, тот фонарь, на который человек ориентируется, когда идет куда-то по жизни. Но, чтобы реально что-то делать, чтобы реально заниматься тем, что им нравится, не обязательно найти самое лучшее место работы с самым успешным. А вы обратите внимание, вы пишете, что, значит, работала в группу крупнейшей аудиторской компании в мире, в одном из лучших инвестиционных банков. Это здорово. Вы молодец. Вопрос здесь немножко в другом. Всегда ли вершина означает возможность реализации? Всегда ли это связано? На мой взгляд, нет. Далее. Вы не описываете, почему вы пошли в маленькую компанию, где по-моему же, по вашим словам, вы почувствовали, что задыхаетесь. Для такого стремительного и последовательного человека, как вы, это действие является не совсем логичным. Необходимо выяснить обстоятельства. Нет, конечно, я уверен, что вы объясните. Я уверен, я более чем уверен. Вопрос, чего вы хотели. Понимаете? Вот. И как бы дышить вас начало не то, что вы, к примеру, не можете учиться, или что-то такое, или что-то такое. Как бы дышить вас начало то, что вы в плохом месте находитесь. Понимаете? Далее. Ситуация, которая произошла на работе, безусловно неприятная и драматичная, скорее всего. Но почему вы выбрали уйти? Это тоже, на мой взгляд, несколько странно. Почему вы выбрали уйти? Вместо того, чтобы остаться, продолжать работать, чтобы показать человеку, что он, ну, мягко говоря, двигается в неверном направлении относительно вас. Показать ему, что вы сильнее, что вам важнее. Но тут же, как будто бы вы даете слабину и действует в несколько непоследовательном ключе. Основы для подобного поведения, оснований, для подобного поведения может быть несколько. И одно из оснований – это ваши подавляемые на постоянной основе чувства. Чем больше вы своих чувств подавляете, тем больше вы можете совершать таких вот нелогичных, непоследовательных, казалось бы, действий. Мне кажется, вы вообще не знаете, какая вы женщина, какая вы личность, какой вы друг, какой вы партнер, какой вы субъект, хобби, увлечение, интересное. Мне кажется, вы этого не знаете. Всю свою жизнь вы стремитесь как будто бы куда-то бежать, чего-то достичь. Но, мне кажется, вы уже в какой-то момент себя потеряли. А что если не получится создать что-то стоящее и ценное для всех? Что тогда? Как вы будете жить? Что вы будете делать? Зачем находиться в офисе по 12-14 часов? Может быть, потому что кроме этого ничего интересного больше нет в вашей жизни? Или, может быть, потому что вы не можете отказать людям? Почему на этой же работе, в этом же офисе, не знакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы, ваши увлечения? Не проводить с этими людьми больше времени. Тем самым, получая единомышленников, друзей, партнеров, любимых. Понимаете? То есть, при всей вашей успешности, при всей вашей целеустремленности, как будто бы большие сферы своей жизни вы упускаете. Мне кажется, что задача психолога вас, как раз таки, познакомит с этими сферами. А дальше вы пойдете даже по жизни так, как вам хочется. Но вот этот стереотип, о котором вы говорите, он существует, действительно такой тип людей существует. Но это не связано с работой, это не связано с карьеризмом. Хотя, определенная корреляция, конечно же, есть. И когда человек выбирает карьеру, когда человек выбирает карьеру, это одно. Но когда человек хочет, как вы говорите, быть социальным и, там, ну, реализовавшимся в семье и так далее, он выбирает это. И он идет таким путем. Понимаете? Тут другой момент. Что для вас означает друзья и парень? И что вы вкладываете в симпатию? То, что вам нравится человек? Мне кажется, что судя по тому, что вы описываете, вам нравится не человек, а ваше состояние с ним. А дать человеку в отношениях вы как-то не очень готовы, потому что не знаете, что у вас есть. Понимаете? Поэтому такая история со симпатией и происходит. Так что я бы сказал, что здесь нужно работать в этих аспектах, как я уже озвучил. Мне кажется, вы не знаете ни того, какая вы женщина. Ни того, какой вы друг. Ни того, какой вы вообще человек. Кто вы? Кто вы? Я уверен, что если задать вам вопрос, кто вы, вы ответите, что я вот то, что вы перечислили. Вы как будто бы перечисляете свои регалии. Но регалии это не вы. Ваши достижения это не вы. Это то, что характеризует вас. Это правда. Но это не вы. Как будто бы без этих регалий, без этих достижений вас не существует. Но это не так, как мне кажется. Понимаете? В этом штуке. Поэтому давайте постараемся, по крайней мере, расширить ваше восприятие себя. Попытаемся это сделать. И посмотрим, что из этого получится. Да, какие-то вещи вам будут неприятны. Какие-то вещи вам будут страшны. Где-то вам нужно будет сделать личную ответственность на себя. Больше, чем вы это делаете сейчас. Где-то, где-то вам будет нужно, наоборот, ответственность себя несколько снять. Потому что, извините, она вам мешает. Где-то, где-то. Ну а где-то так вот будет. Но это история уже непосредственно про психотрахию. Вашу, вашу психотрахию. Повторюсь, вам нужна именно вот психотрахия. Как мне видится сейчас с точки зрения моего опыта, с точки зрения моих ценностей. Ух ты, с точки зрения, в целом такого общечеловеческого взгляда. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что у вас всё будет хорошо. Спасибо. 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 А вот, смотрите, давайте уже посмотрим. ЁГ进, baja уacaksư, хэрспение у boucles.